Здравствуйте, дорогие друзья! Я Пшатов Владимир Владимирович, заместитель начальника Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию видео-выставку одной книги из цикла «100 лучших книг для защитников Отечества на веки 19-летний» Григорий Бакланов. Великая Отечественная война навсегда останется на страницах книг, авторы которых были очевидцами этого страшного события. Множество было написано книг и рассказов о ней, но лучший среди рассказов о войне – повесть Григория Бакланова «На веки 19-летний», опубликована в 1979 году и удостоена Государственной премии СССР. Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о бессмертии. Она рассказывает о величии смелых поступков, любви к Отечеству и побуждает всегда помнить о павших на войне. В центре сюжета – молодой парень, Виктор Третьяков. Он живет простой счастливой жизнью, любит родителей. Но вот приходит она, та страшная, губящая война. Она отнимает у него все, что было ему так дорого. Незадолго до этого его мать вышла замуж второй раз, из-за чего между ними испортились отношения. Виктор осуждал мать и считал это предательство к отцу. Отчима он не принял. Сначала на фронт уходит отчим, а потом и Виктор. Автор описывает его как добрейшего, порядочного, отважного парня, который не способен прятаться за чужую спину. Лейтенант Третьяков дорожит солдатами, решительно, смелый и не пускает слова на ветер. Повзрослев, он узнает реальную стоимость жизни. В его памяти сохранились моменты, проведенные семьей, в родном доме, с мирным небом над головой. Не дают сойти с ума и трудные времена. Сохраняют человечность, придают сил и уверенности в победе. Они, как никто другой, словно пища голодному, придают огромный стимул к жизни. Попав в госпиталь, начинает переосмыслить свою жизнь. Ругая себя за непочтение и глупость, думает о том, что не имеет права осуждать мать за ее выбор. Не излюбив отчима, он причинял боль своей матери, самому близкому и дорогому человеку. Герой пишет ей письма, прося прощения и желает счастья. Тут же в госпитале Третьяков впервые влюбляется в девушку Сашу. Она ему очень дорога. Он испытывает к ней сильнейшие чувства. Любит ее всей душой и готов с ней разделить и счастье, и горе. Эта книга побуждает переживать за героев и желать им только счастья. Но войне безразлична на чувства и жизни людей. Можно представить, что войны нет, и жить спокойной жизнью в маленьком городке возле госпиталя. Но наш герой не из трусливых. Он не прячет голову в песок, как только возникают трудности. Отвага и честь позволяют ему забыть о том, что нужно заботиться о других. И снова идет на фронт. На плечи Виктора легла ответственность за мать и отчима, Сашу и ее мать. Тем временем в семье Саши тоже не все в порядке. У ее матери немецкое отчество. И она сильно переживает по этому поводу. Что с ней будет? Война же с немцами. Не счесть того горя, которое принесла война, разъединив сына с отцом, отчимом, матерью, возлюбленной. Война не опускает руки и продолжает бороться за главную жизнь. Третьяков получает серьезное ранение. И его везут в госпиталь. Во время пути он вспоминает людей, которые были с ним, о своих близких, думает, как им помочь. К госпиталю он не добрался. Война все же получила свое. Виктор не дожил до 20 лет, навсегда оставшись 19-летним. Война всегда приносит боль, страдания, разлуку, смерть. В ней нет положительных сторон. И она не приносит ничего хорошего. Григорий Бакланов смог в точности передать те эмоции, олицетворив жизненные ценности военного поколения. Это чувство долга перед Родиной. Ответственность, героизм и любовь. Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам в палы Для вселенной двадцать лет мало. Даже не был я знаком с парнем, Обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы, И грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, Ждет отборного зерна башня. И живу я на земле доброй, За себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, Но иначе жить нельзя, Если все зовет меня его голос, Все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, И грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.